Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами посмотрим тему Ваше прошлое, ваше настоящее, ваше будущее. Вот все, что увижу, все вам расскажу. И про отношения, и про какие-то важные события. Может быть, какие-то будут предостережения от Вселенной. Все постараюсь вам пересказать. Да, как я люблю, метафорически, ассоциативно. Огромное спасибо вам за поддержку канала, донатами. Для меня это очень важно, ценно. Пускай Вселенная щедро отблагодарит вас в ответ. Итак, ну что ж, мои милые, давайте смотреть. Для начала давайте возьмем карты сигнификации. Как вы сейчас считываетесь в коллективном, бессознательном, во Вселенной, высшим разумом. Давайте посмотрим, кто вы, в каких вы пришли настроениях. Ну вот этот король жезлов, он у нас выглядывал, да, и вот решил еще разочек показаться. Посмотрите, считываетесь вы в энергиях короля жезлов, рыцаря жезлов и короля мечей. Это говорит о том, что вы сейчас с какой-то невероятной силой пытаетесь разрулить какую-то ситуацию авантюрную, я бы так ее назвала. Может быть, вас в это дело как-то втянули, такое не очень хорошее слово, не то чтобы вы безвольно туда пошли. Но, может быть, вы недооценили поначалу масштабы всего происходящего. Теперь у вас есть такое желание с этой ситуацией разобраться сразу в двух плоскостях. С одной стороны, поступить как-то очень эмоционально, резко, темпераментно, импульсивно. С другой стороны, есть желание все просчитать, выверить, определить какую-то стратегию и потом уже действовать. То есть такое ощущение, что вы немножко сейчас находитесь в таком состоянии амбивалентном, да. Ну, примерно вот хочется есть и худеть, что-то такое, да, как будто бы немножечко вступающее в противоречие. Но при этом действовать, конечно, вы будете, настроены вы очень решительно, вы находитесь в каком-то таком состоянии огненных энергий. Может быть, отношения с кем-то выясняете, может быть, как-то пытаетесь действовать со стороны силы, власти, какого-то доминирующего такого настроения. Ну и при этом, конечно, очень следите за тем, чтобы вам хватило аргументации, да, чтобы вы были убедительны в том, что вы делаете. Вот так вы сейчас рисуетесь. Что уж у вас там такого происходит? Если захотите, можете поделиться. Итак, давайте посмотрим вообще, да, как рисуется ваше прошлое. Что это за картина такая? Ваше прошлое. На что Вселенная сейчас хочет обратить наше внимание. Решили, в общем, начать с истории любви. Все-таки проявление вашей чувственной сферы, потому что здесь у нас королева воды, королева кубков. Это говорит о том, что в вашей прошлой жизни очень значительное место было занято как раз либо историей выстраивания отношений, либо семьей, либо партнерскими отношениями. То есть вот эта роль проявления в чувствах и эмоциях для вас занимала очень значимое место. Да, в общем-то, я бы так сказала, что ваше прошлое, оно в качестве фундамента основания опоры зиждилось, опиралось, в общем-то, на историю семейную, домашнюю. В каком-то смысле в вашем прошлом даже, может быть, какие-то дела карьерные, дела вашей реализации творческой, они как будто бы немножечко находились в тени, потому что в прошлом для вас было важно состояться именно вот в этих ролях и в опостасях таких, как жена, мать, любовница, может быть. Ну и, в общем-то, вот это сочетание королевы воды и четверка Пентакли говорит о том, что вы в большей степени большую часть времени, большую часть жизни, в общем-то, посвящали делам семейным. И отдавали всей этой истории вот львиную часть, большую часть всей своей энергии. Может быть, даже в какой-то момент, ну так, не то чтобы махнули рукой, но вот вывели свою как раз личностную профессиональную реализацию куда-то на периферию. Может быть, даже как-то забыли про то, чего вы хотели, да, про свои какие-то таланты, про свое творчество и вот просто с головой ушли в реализацию вот этих вот домашних семейных дел. Как вы себя чувствовали вот при таком раскладе, да? Чувствовали хорошо, могли на это опираться. Вот это вот состояние, знание того, что у вас есть дом, семья, есть близкие люди, есть, может быть, муж, и мы говорим про прошлое, да? Это было для вас состояние гармонии, какой-то предсказуемости в хорошем смысле, умеренности, успокоения. Что еще про прошлое нужно знать сейчас? В вашем прошлом был очень важный такой момент обучения, причем, знаете как, это было обучение не ради получения каких-то документов, а это было такое настоящее обучение вот именно вот из состояния осознанности. Знаете, мне тут почему-то сейчас вспомнился Антон Павлович Чехов, да, его неоконченная пьеса для механического пианино. Там есть такой момент, когда разговаривают два героя, и один другому вот в запале говорит, да, я тоже колокол, но я звоню сам по себе, а в тебя звонит кто попало. Ну, это в том смысле, что вы, в общем-то, в своей жизни выбирали всегда обучение не потому, что все туда пошли, не потому, что сейчас эта профессия модная и в тренде, а потому, что вам действительно было интересно, вот вам интересно в чем-то разбираться. Вы всегда идете за своим каким-то внутренним глубинным интересом, и это вас история никогда не подводит. Ну, и в этом смысле, вот давайте спросим тогда, вот в этой истории вашей реализации и вот это служение семье, дому, оно вступало как-то в какой-то конфликт? Ну, в какой-то момент я бы сказала, что вам сложновато было во всей этой истории находить себя, да, потому что слишком много иллюзий, слишком много каких-то альтер-эго выстроилось. То есть, какая-то часть вашей личности была востребована, а какая-то как будто бы от вас пряталась, вы не могли ее нащупать, поймать, найти, вообще вспомнить. А я, кроме того, что я вот дома и кроме того, что я такая заботливая и дающая энергию, поддержку всем, кто меня окружает, я еще что-то в принципе могу. Поэтому в какой-то момент у вас было такое ощущение немножко, знаете, вот не совсем аннигиляции, не то чтобы вы прямо вот на атомы как-то рассыпались, а как будто бы меня нет, да. Вот где во всей этой истории я? Вот у меня есть семья, муж, дети, я отдаю им всю свою энергию, всю свою заботу. А где я? Где мои потребности? Ну и в этом смысле вот началась какая-то такая внутренняя гонка, да, вот за вот этим вот еле уловимым таким ощущением, воспоминанием, чего я на самом деле хочу, да, кто я такая. Вот такое прошлое рисуется. Ваше настоящее, что происходит сейчас? Что в настоящем? На что вселенная хочет обратить внимание? Что-то важное, что нужно сейчас услышать, как-то примерить, может быть, так это или не так. Ну посмотрите, сейчас есть такое ощущение, что вы находитесь в каких-то таких воспоминаниях о неком императоре. Может быть, это муж, муж бывший, да. Человек, с которым вас связывала вот эта как раз общая бытность, дети, общие обязанности, какая-то жизнь эмоционально очень наполненная. Но в вашем настоящем этот человек сейчас как-то физически не присутствует. Он больше присутствует в виде как раз каких-то вот этих вот таких воспоминаний. Для некоторых это проиграется, знаете, даже как какие-то фантомные боли. Потому что это была очень важная часть жизни. Этот человек вот как-то сумел заполонить собой пространство, да. И теперь есть такое даже немножечко ощущение сиротства в каком-то смысле, да. Вот что-то такое из жизни важное ушло, на что, в общем-то, была опора. И сейчас это в вашей жизни присутствует только в качестве каких-то воспоминаний. Что еще в настоящем происходит, на что нужно обратить внимание? Ваше настоящее. Что важно? Что важно сейчас в настоящем? В вашем настоящем назрела такая ситуация, что вы захотели двигаться, в общем-то, вперед, в новое. Начать все сначала. Либо это история, когда нужно очень активно проявлять свою вот эту как раз огненную часть, да, по королеве Жезлов. Тут у нас и королева Жезлов, и маг, и шут. То есть два старших аркана и вот такая мощная королева Жезлов. То есть это история, что вы сейчас как будто вдруг осознали собственную ценность, осознали тот потенциал, в котором у вас есть. И возникло невероятное страстно непреодолимое чувство начать именно действовать, как-то проявляться. А для кого-то это история, что, например, вы масштабируете свое дело, да, свой стартап, свой проект. Может быть, это проект, который связан с какой-то виртуальной деятельностью, да, или представленностью, какой-то проявленностью в интернете. И сейчас вы полны решимости как раз для того, чтобы сделать этот решительный шаг. Иногда, в общем, посещают какие-то такие мысли, опасения, да, что это как будто бы такой как шаг в какой-то открытый космос, какое-то безвоздушное пространство. Но помогу активно действовать вы, конечно, начнете вот уже буквально, да, скорее всего, вы в процессе реализации какого-то важного своего дела. Ну и давайте посмотрим, что вас ждет в будущем, да, с чем будут связаны основные события для вас. Ну, по крайней мере, на что Вселенная хочет сейчас обратить ваше внимание, ваше будущее. В вашем будущем вас ждет реализация ваших планов, исполнение вашей какой-то давнишней заветной мечты. И в этом смысле вам может посодействовать некий король мечей. Это человек деловой, это человек, который обладает ресурсом. В качестве предостережения нужно сказать, что это человек, который, может быть, в какие-то моменты проявляется достаточно деспотично и жестко. И тут очень хорошо нужно как раз соизмерить ваши силы. Кто сколько будет вкладываться, если речь идет о каком-то совместном проекте. Если речь идет об исполнении желания вступить в отношения с этим королем мечей, то также нужно очень хорошо продумать, да, насколько в этих отношениях у вас будет выстроен гармоничный вот этот вот взаимообмен, брать-давать, да, энергетический обмен, обмен ресурсами. Насколько ваше сотрудничество будет взаимовыгодным. Ну, потому что здесь вот это сочетание, конечно, карты звезды и короля мечей. Понимаете, в общем, очень много таких прагматичных, как будто бы, энергий, как будто бы, достаточно много холода и рационализма. И вот если это история про отношения, то нужно подумать, насколько вам будет тепло, комфортно и гармонично. Да, сможете ли вы в этих отношениях добиться вот тех целей, поставленных, которые у вас есть. Ну, если речь идет о сотрудничестве, то я бы сказала, что это может быть очень взаимовыгодное дело. Но, опять же, нужно учитывать, насколько хорошо вы будете сосуществовать с неким партнером, который может быть как раз представителем воздушной стихии. Близнецы, весы или водолей. Ну, либо проявляться именно вот в этих энергиях. Ну, и давайте посмотрим, что еще в будущем. На что еще в будущем нужно обратить будет внимание, да? Что-то, может быть, важное, интересное, уже сейчас нам Вселенная хочет рассказать. Ваше будущее. Ну, вот посмотрите, опять же, да? Если мы говорим об истории реализации какого-то проекта важного для вас, это для вас очень хорошее будет развитие ситуации, поскольку вы уходите от момента какого-то дефицита, нехватки ресурсов. Да, и идете в тройку жезлов. То есть, те мечты, те планы, те проекты, которые у вас вызрели в прошлом, да, в которые вы вкладывались, они реализуются и, в общем-то, из вашего настоящего уже в будущем приносят какие-то вполне ощутимые результаты. А если это деятельность публичная, нужно, в общем-то, понимать, что у вас, конечно, найдется достаточно много там каких-то хейтеров, завистников, людей, которые за вами следят, кто-то, не знаю, там, в целях какого-то промышленного шпионажа, да, в целях, не знаю, какого-то плагиата творческого. Если речь идет про отношения, то нужно, опять же, помнить, да, вот эти вот мечевые энергии, это семерка мечей, это история о том, чтобы в какой-то момент не сбиться со своего первоначального курса, да, не уйти в какую-то историю самообмана, может быть, где-то не поддаться как раз на чью-то лесть, на чью-то попытку вас соблазнить в каких-то своих корыстных целях, да. В общем, в будущем нужно очень внимательно относиться к тому, чтобы реализовывался именно ваш план. Не уходить в состоянии жертвы, ну, например, отказаться от своих планов в чью-то пользу, и потом впоследствии стать жертвой обмана, да, заключить какой-то невыгодный контракт. Давайте посмотрим итоговую какую-то ситуацию, да. Карта некоего итога, да, одна карта, которая сейчас, ну, такой акцент поставит в этом раскладе про ваше ближайшее будущее. Ну, интересно, да, что выпадает в качестве итога карта башни, это пересмотр какого-то прежнего устоя вашей жизни. Это выход из каких-то прежних ограничений и попытка выстроить свою жизнь по-новому, с какими-то новыми подходами, новыми взглядами. В каком-то смысле, конечно, это будет собрежено с тем, что разрушится то, что уже сейчас вам не приносит никакого удовольствия, никакой радости. Может быть, связано с какими-то людьми, частью вашего окружения. Это может быть в буквальном смысле переход со старого места работы и вашей деятельности к новым проектам. Если речь идет об отношениях, то это история выхода из отношений, которые вам давно не приносили радости, не приносили никакого удовольствия. В любом случае, это движение к новому, движение к будущему. Это переход. И в этом смысле данная карта приближает вас как раз к исполнению вашей заветной мечты, вашего заветного желания. В общем-то, нужно быть готовой, нужно быть в состоянии какой-то в хорошем смысле мобилизованности, в состоянии веры в свой успех. И именно с этим чувством идти к реализации своих намеченных целей. Да будет так, мои дорогие. Ну что ж, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему ваше прошлое, ваше настоящее, ваше будущее. Поделитесь, пожалуйста, что из этого расклада вам особенно срезонировало и откликнулось. Большим удовольствием все это прочитаю. Спасибо вам за лайки, за оформление подписки на мой канал. Огромное спасибо за спонсорство, за донаты, финансовую поддержку моего канала. Пускай вселенная щедро и благодарит вас в ответ. Если вам нужен личный расклад, находите мне вконтакте или по почте. А там я расскажу, как и на каких условиях можно это организовать. Спасибо, мои драгоценные, что были эти несколько минут вместе со мной. Берегите, пожалуйста, себя. Берегите своих близких. И непременно приходите на новый норативный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова